Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Салон по изучению Библии». Мы продолжаем говорить о пятой главе книги Иова и с вами уверенно продвигаемся вперед, понимая, что Господь, Он бодрствует над своим словом, Он точно знает, что Он сказал, а что сказали люди, и Он это внес в список своих книг, чтобы мы с вами научились анализировать, отделять Божью природу по Его сути, по Его духу, по Его сердцу, по Его смыслу. И сейчас мы прочитываем слова Элифаза Фесвитянина с 11 стиха. «Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия». Для меня вот эти тексты являются важными, потому что люди сегодня очень изобретательны на зло, потому что это признак последнего времени. А когда эта изобретательность, она выходит на поверхность, то мы видим сегодня уже последствия от этих изобретений, когда дети оказываются заложниками компьютерных игр, когда те программы, которые в этих играх предлагаются, дети становятся их воспроизводителями на практике жизни. И это очень печально, потому что детей легко программировать. И вот это зло начинает работать на неподготовленную психику. И если родители тут не держат руку на пульсе, то в результате могут потом иметь тяжелые последствия. И мы это уже имеем в практике. Это мы только рассматриваем детский фон. Но если рассматривать глубже, дальше, то, что должно работать на созидание человека, начинает поворачиваться против него. Я не пойду сейчас в детали, но я просто говорю о том, что есть предприятия, которые творят зло. И посмотрите, и руки их не довершают зла, потому что Бог разрушает замыслы коварных. Поэтому я хочу это утверждать сегодня вместе с вами, что у Бога есть пути, которыми Он разрушает замыслы коварных. И тогда, когда есть в предыдущем тексте, что мы тоже прочитали, униженных поставляет на высоту. Когда-то у меня был вопрос к Богу, я ему задавала с учетом прочитанного текста из книги неканонической Иисуса сына Сирахова, где написано, что если золото испытывается в огне, то люди, угодные Господу, вгорнили уничижения. И был вопрос к Богу, Господь, зачем тех, которые тебе угодны, надо обязательно проводить через уничижение? Что это за необходимость? Какой в этом смысл? Безусловно, сейчас у меня больше понимания, чем тогда, когда я задавала этот вопрос. Но слава Богу за то, что он отвечает на то, что есть в нашем сердце. И когда я это спрашивала, я имела в виду, Господь, ну неужели так обязательно надо проходить унижение? Потому что я сама оказывалась в этой зоне. И я знала, как в моем сердце желание угодить Богу, оно было. И вот люди, угодные Богу. И если в моем сердце есть это желание, то и желание Бога, чтобы у меня это получилось. Но вдруг, когда начинаешь в этом двигаться, приходишь в позицию унижения, непонимания, угнетения даже. Со стороны более старших, со стороны более авторитетных, со стороны более весомых в глазах других людей и так далее. То есть мы с вами что-то на этой земле могли переживать. И вы знаете, я услышала такой простой Божий ответ. А потому что все униженное будет возвышено. Это духовный закон. И если Господь хочет поднять на высоту, то поднять туда подготовленных людей, которых высота потом не проглотит. Высота не сделает их заложниками позиции. А ведь это тоже на практике мы видели не один раз. Когда люди, выходя или прорываясь по карьерной лестнице, потом всю свою наготу начинают выливать на других. Потому что есть усилители, как деньги, так и власть. Усиливают то, что есть внутри. И поэтому прежде чем поднять на высоту, Господь сначала работает над внутренностью, чтобы поднять то, что будет благородным. Поднять то, что будет расширенным, в состоянии принимать других людей с теми, еще пока слабостями, ошибками, которыми они обладают. И, соответственно, когда мы с вами это читаем сейчас в данном тексте, униженных поставляет на высоту, и сетующих, сетующие возносятся во спасение. Это тот же самый смысл, который я тогда произнесла. Потому что все униженное будет возвышено. Это уже в Новом Завете сказано. И поэтому здесь мы видим, что у Бога есть наблюдение, кто что проходит. Если ты сейчас проходишь какие-то трудные моменты в своей жизни, а особенно несправедливо, то имей в виду, что ты готовишься к высоте. Может быть, кто-то скажет, да не нужна мне высота. Но это ты сейчас просто говоришь из боли. Ты сейчас говоришь, может быть, из-за заниженной самооценки. Ведь высота не для того, чтобы другими управлять и над ними возвыситься. Это как раз говорит о эгоистической природе или о неправильной мотивации. А высота в том, чтобы помочь другим подняться туда, где ты уже находишься. Помочь раскрыть их таланты, которыми они, может быть, пренебрегли. Может быть, считают, что их нет. Может быть, поверили в ложь и остановились в развитии. И так далее. То есть мы с вами достигаем совершенства в полноте, а не в отдельно прорывающейся судьбе. Вот почему даже сказано о людях, которые уже со Христом, уже прошли путь и прошли его достойно. Но они не без нас достигнут совершенства. Посланник евреям написаны эти слова. Потому что мы все вкупе соединяем этот плод. И когда плод соединен, это совершенство, которое соответствует божественным критериям. И поэтому сегодня нам важно не прорываться отдельно взятому человеку, а строить платформу для тех, кто рядом, протягивать руку. И вы знаете, как это меняет отношения и атмосферу вокруг. Когда не один за счет другого пытается подняться, а один другому помогает подняться. И в этом огромная разница плода. Поэтому я желаю, чтобы мы, прочитывая вот эти тексты, еще раз, униженных поставляют на высоту, и сетующие возносятся во спасение. То есть те, которые плакали, те, которые унывали, те, которые, может быть, сейчас не понимали, они нашли выход. Потому что спасение – это не только то, что нас ожидает в вечности, это прикладное слово здесь, на земле. Потому что оно на греческом имеет четыре значения. Это и исцеление, это найти выход, это наполнение, это восстановление, это спасение, в смысле переход на новый уровень. Поэтому то, что мы с вами здесь считаем, что те, которые не понимали, что происходит, они оказываются в позиции спасенных или освобожденных, наполненных, преображенных, исцеленных и так далее. То есть то, чего не было, оно пришло. Поэтому сетование – это определенное состояние души, это состояние, может быть, даже плача личности. Но если по адресу, в нужном направлении, то это то, что Бог очень оценивает и благословляет нас в этом. А теперь мы прочтем смысловой перевод. С уровня плоти поднимает в дух, и уповающие на него восстанавливаются поистине. Посмотрите, вот здесь уже дан более глубокий подход к этому слову. С уровня плоти поднимает в дух. То есть тогда, когда тебе казалось, вот если я займу эту позицию, я буду что-то значить. А Бог тебе дает значимость пережить без позиции, а просто потому, кто ты есть. Потому что мы – это не наша деятельность. Мы – это не наши слова. Мы – это суть внутри. Потому что Бог вот эту природу возлюбил. Он нас искупил, исходя из нашего сердца и ценности, которая внутри. И когда Он это искупил, то Он теперь хочет вот этому новому творению дать позицию Духа. Потому что если наша душа главенствует и наша плоть диктует, что делать, то дух находится в заточении. Ему никак нельзя управлять, потому что логика тогда претендует на царственную позицию. И как многие люди говорят о том, что я не слышу Бога, я не вижу, что Он делает, я не понимаю, что Он хочет мне сказать. Потому что логика царствует. Потому что она на этом месте, где должен быть дух. И, соответственно, проходя через какие-то трудности, таким образом Господь Дух выводит на поверхность. И тогда, когда вот эта скорлупа лопается, либо когда из кокона появляется бабочка, вот это и прорыв, это и есть полет. И потому Он предлагает нам не побояться, оставаясь в этом коконе, дождаться до момента, когда этот кокон разорвется. Потому что просто прийти и разрезать кокон, это значит, бабочка не взлетит. Крылья будут не сформированы. Поэтому Господь предлагает нам проходить через этот кокон до конца, чтобы войти в дух своего естества. Потому что дух, главенствующий в личности, он изошел от Бога от начала, до тех пор, пока был только сформирован футляр в виде тела Адама, он был мертв, потому что в нем не было духа. Но когда вдохнул Господь дыхание свое в него, он стал душой живой, он стал личностью, потому что теперь взаимодействие Бога с духом человека, а духа с душой человека сделало нас людьми. И когда отрыв с Богом произошел через грехопадение, то душа стала претендовать на главенствующую позицию. Потому что дух потерял связь с источником. Даже если оставалось еще дыхание в ноздрях Адама, еще долго оставалось, но связь с источником была потеряна. То, что нам сегодня возвращено, связь с источником, и поэтому позиция духа главенствующая. И дать право главенствовать, это значит душу подчинить и логику подчинить божественным возможностям. И вот тогда, когда Бог нас проводит через трудности, проводит через обстоятельства, чтобы наш дух окреп, чтобы он стал в позицию главенства, и тогда мы переходим на этот новый уровень, и с уровня плоти поднимает в дух, и уповающие на него восстанавливаются поистине. Он разрушает замыслы тьмы, и действие ее не имеет успеха. Я желаю, чтобы мы взяли на вооружение сейчас вот это слово в молитве, что он разрушает замыслы тьмы, и действие ее не имеет успеха. Потому что замыслы есть, но Павел когда-то сказал, а нам не безызвестны умыслы сатаны. То есть он имел в виду, что умыслов может быть много, но нам они не безызвестны. И если мы призваны разрушить дела дьявола, то идет речь не о плоде только, а о процессе, который это как дело формировалось и пришло к результату. И поэтому, когда мы с вами пытаемся разобраться с какими-то конфликтами, разобраться с какой-то несправедливостью, то, как правило, нам предлагается плот. Вот посмотрите, что получилось, посмотрите, как это можно оправдать. Нет, это оправдывать и не надо. Надо просто пройти немножечко вглубь и обнаружить ту причину, ту мотивацию, почему человек оказался под этой ширмой лжи, под этой ширмой страха, под этой ширмой отверженности, чтобы сейчас к себе привлечь внимание. И когда мы здесь разбираемся, мы разрушаем дела дьявола. И тогда они не могут состояться в судьбах наших и наших детей. И поэтому я предлагаю, друзья, чтобы дух вышел на трон, чтобы душа подчинилась духу, чтобы те дела, которые Бог предназначил нам в духе и в истине, нам исполнять и быть такими поклонниками. И тогда то, что мы сейчас прочитали, с уровня плоти поднимает в дух, уповающие на него восстанавливаются по истине, он разрушает замыслы тьмы и действие ее не имеет успеха. Мне это очень важно и ценно, передать каждому из вас сейчас и для себя тоже взять на вооружение, что бесценными становится то, что делает Бог, действия его и ее, этой тьмы, не имеют успеха. Поэтому пусть все, что связано с вашей семьей, с дорогим вам состоянием людей, в молитве сейчас будет убрано как причина, удерживающая людей от призвания. Небесный Отец, мы соглашаемся молиться сейчас о безопасности, о безопасности наших семей, о безопасности наших детей, внуков, нас самих, чтобы пройти поприще до конца и духу быть на месте определенном тобой, на троне, соединенным с небом, чтобы дух, соединенный с небесами, всегда транслировал небеса на землю, и чтобы нам быть этим транслятором, быть людьми, которых ты берешь в уделы, которые попирают нечестие на дороге и не становятся заложниками этого нечестия. Я благодарю тебя, что ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Я благодарю тебя, что в нашу судьбу приходят те события, которые нас делают сильнее, чем врага. Я благодарю тебя, что наши судьбы, наши жизни открыты для тебя сейчас, как книга, куда ты можешь вписывать все события, как сданные экзамены. Если что-то в нашей жизни еще не было сдано, как экзамен, то дай обнаружить причину, чтобы не бороться с последствиями и не бороться только с плодами. По плодам узнавать, но убирать корень. Я благословляю сейчас каждого человека быть в этом числе. Будь благословен Господь, позвавший нас на эту дорогу жизни, быть открытыми для твоих перемен. Я благодарю тебя, что наш голос слышен на высоте. Я благодарю тебя, что наша молитва сегодня о том, чтобы наш дух всегда был живым, открытым и наполненным твоей святостью, твоей мудростью, твоим водительством. Я благодарю тебя, что мы нуждаемся в этом, а ты дал нам об этом знать. И за все унижения я хочу тебя поблагодарить. За все сетования хочу вознести тебе хвалу, потому что тогда, когда мы проходили трудности, нам это казалось больно и невозможно, иногда несправедливо или чаще несправедливо. Но если через это наш дух соединялся с небом и становился проточным каналом, то оно стоило того. И я благодарю тебя, Господи, что все униженное ты возвышаешь. Ты вводишь нас в позицию духа, чтобы управлять процессами через твой престол, через твое слово, через твою мудрость быть водимыми духом святым. Потому что все сыны Божьи, те, которые водимы духом твоим. Мы принимаем это водительство во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok